Сходила только что за почтой, мне пришли посылки с алиэкспресс, заказывала вот такие именно не прозрачные, а вот такие вот, ну поняли, да, ногти, вот, чтобы сразу видно было цвет, и мне нравятся больше такие, чем прозрачные, потому что на прозрачные нужно или подложки делать, или что, вот эти быстро красятся. И заказала топ Азурево, все хвалят это, я вот когда делаю себе, ну или какие дизайны, или просто смотреть какой лак у меня, как называется, цвет, вот покрываю вот эти штучки топом, продавец положил подарок вот с этой штукой, заказала я вот такую, это такие штучки для втирки на ногти, такой карандашик, мне очень нравится то, что там кристаллики, так приятно пользоваться такой штукой, продавец положил в подарок такую штучку, очень приятно, вот не помню, что я заказывала коричневый, черный-белый, точно заказывала, но по-моему я заказывала красный, а не коричневый, хотя вот надо проверить, может и коричневый заказал, это такие, 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 ну рисунки делает дотсом, еще там чем-то, вот, я, у меня есть такие идеи, хочу сделать, это, в общем, сделал там рисунок, и, ну, чтобы он не растекся, ничто не случилось, да, под лампу, вот, и мне понравилось, как они сделали сейчас, при открытии, в общем, защитный слой, слой как бы приоткрывается, сейчас он супер герметичный, сейчас попробую вам показать, в общем, открыл, когда вы открываете крышечку, будет такой щелчок, и, в общем, видите, он, видать, отклеивается от этого, очень герметично, ничего, поэтому не проливается, когда вы открываете, просто легко снимается вот эта пленочка, видите, тут тоже такой достаточно толстый защитный слой, вот эта пленочка, и там уже будет лак, и пленку не надо отдирать или от выковыривать, просто аккуратно снимается, в общем, вот это мне очень обрадовало, кувыргель, в общем, интересно, такие коробочки, да, засушиваю я всякие травки, это вот я пользую каждый день, это наши с дочкой бутылки стоят, когда мы с ней в поход, каждый день почти сейчас ходим, вот, так что, был у меня такой в почтовом ящике подарок, подарки каждый день называются. Всем привет, и сегодня видео такое маникюрное, установила камеру, как смогла, в общем, сейчас хочу попробовать срезой, в общем, снять маникюр, она у меня фреза совсем недавняя, поэтому я снимаю только топ, и остальное я размачиваю, да, специальным средством, вот, потому что до ногтя я еще побаиваюсь, рука еще не натренирована, но топ, снимаю нормально, и вот купила я такую в фрезах, сейчас я пробую новую, да, это все с Алиэкспресс, вот эту, для новичков желательно сначала потренироваться вот этими фрезами, потому что они не настолько сильные, и вы не повредите ногти, пока натренируетесь, вот, а потом уже заказывать керамически, вот, я уже это пробовала, мне нравится, для новичков самое то, но, как и говорят девчонки, что когда руку набьешь, уже нужно брать эту, и это достаточно мощный, и поэтому я побаиваюсь и снимаю только верхний, да, топ только, сейчас я вам покажу чуть-чуть, как она жужжит, но единственное, что, почему-то другие девчонки не говорят, что нужно покупать такую, в общем, я не знаю, который вот этот вот, когда мы срезаем ноготь, все вот это, чтобы мы не дышали, да, то, что мы спиливаем, чтобы забирал, как он, не пылесос, в общем, тоже продается на Алиэкспресс, вот, я думаю, нужно заказать, потому что, я не понимаю, как девчонки пользуются без этой штуки, потому что, от ногтей все летит, и мы этим дышим, я считаю, что это неправильно, так что, вот, следующий мой заказ будет, такая штука, я постараюсь вам ее найти и оставить там в описании, вот, я самоучка, я только, да, сама для себя, так что, те, которые уже там профессионалы, можно мне не писать, в принципе, вот, сейчас вот этой срезой совсем чуть-чуть попробую, и потом покажу вам вот этой, и сделаю вот на этих двух пальцах, вот, покажу вам это от этой фрезой, так что, остаемся со мной, я делаю где-то до середины, скорость такая средняя, не супер большая, и, естественно, мне будет удобнее вот так, это мощная она, поэтому ей нужно работать очень аккуратно, и смотреть, чтобы не зайти совсем далеко, да, лучше не доснять, чем переснять, первый ноготь, первый ноготь очень страшно, а потом уже рука идет, хорошо, не знаю, насколько вам видно, девчонки, камеру, как смогла поставить, вот эта фреза очень удобная, то, что на конечке, зауженный конечек, то можно снимать вот прям возле ногтя, но надо очень аккуратно, снимает она очень хорошо, и поэтому нужно следить, чтобы не повредить свой ногт, но у меня уже даже больше я пытаюсь снимать, чем топ, вот, но все равно побаиваюсь, так как у меня ногти сейчас в очень хорошем состоянии, мне как бы не хотелось их добить, вообще, мне почему-то всегда удобнее снимать вот так, вот так не видно, вот так удобнее, так, сейчас выключу, вот сняла я верхний слой, и даже чуть-чуть больше, не знаю, как вам видно, нет свет, может пересесть мне скорее всего надо, попробую пересела, чтобы вам было виднее, единственное, мне не нравится, что здесь очень короткий провод, и поэтому нужно искать что-то другое, или удлинитель, да, придется искать, поэтому вот это мне не нравится, сейчас я переделаю вот на эту, и покажу вам мизинец, вот это совсем легко снимать, потому что, ну, с ней легко работать, и не так страшно, как с керамическим, потому что они настолько сильно, поэтому, чтобы приноровиться, сначала снимайте вот это, и обязательно купите вот, вот это вытягиватель воздуха, этого всего, ногтя, что мы спиливаем, да, вот летит пыль, есть такая штука на алиэкспресс, которая это все в себя встягивает, вот очень легко все снимает, здесь я уже руку набила, и поэтому мне очень легко, я даже снимаю больше, чем топовое покрытие, но потом размачивается очень быстро, и, я считаю, не так травмируется, ногти, если бы мы сидели минут 15, потом у меня, надеюсь, дойдет рука до большего снятия, но пока так, вот, правую руку показывать не буду, потому что левой мне всегда неудобно, надеюсь, я не смотрю в камеру, надеюсь, все заснялось, так что не бойтесь, девчонки, экспериментируйте, самое главное, аккуратно, да, будете делать лучше, чем в любом салоне, экономить деньги, вот посмотрите, сколько пыли на ногтях, да, вот как можно пользоваться без, как говорится, намордника, вот, без очков и без такой вытяжки, да, и, ну, на алиэкспрессе такое стоит копейки, конечно, вот, надо, думаю, заказать, но кто вот так просто сидит и вот эти вот ногти пилят без ничего, без всякой защиты, я считаю, это очень странно, вот, и сделала я правую руку, весь топ сняла, немножко сняла гел-лак и сейчас совсем чуть-чуть и пойду размачивать ногти, снимать дальше, вот, когда-нибудь вам покажу, как я снимаю полностью, хотела вам еще показать, вот, тоже на алиэкспрессе я купила такие штучки, да, они уже у всех, даже у мамы, у сестры у меня уже все подсажены на салон, домашний салон, вот, и вот так вот сейчас подержу немножко, и все, вот, это я когда спешу, так делаю, это тоже вот я заказывала именно Элиты 99 с алиэкспресс, мне нравится, запах не оперативный даже, мне нравится, такой приятный, кажется, даже какой-то цветочный, вот, и как бы они не сухие, они не жалеют жидкости, и нормально у меня чувствуют ногти, ничего с ними не случилось, я уже пользуюсь ими года 4, а, не, не 4, 3 девчонки, 3 года, вот, и мне они нравятся, ногти не сломались, ничего, и не, в общем, не знаю, нет у меня ни аллергии, ничего, есть у меня также еще с нашей Вита, кто знает магазин, тоже там все это для ногтей, также можно купить в интернете, тоже в норвежском у нас, вот, тоже все для ногтей, вот, ну, у меня это есть, и я заморачиваюсь этими жидкостями, только, когда у меня есть время, сегодня нет времени, и вот эти штуки очень выручают, потому что возить с ним не надо, оторвал вот здесь кусочек, засунул пальчик, и там уже все есть, и жидкость, и, как бы, пропитанная такая, ну, не ватка, а салфетка пропитанная, и, в общем, очень быстро экономит время, вот, но потом, конечно, я ухаживаю за своими ногтями, вот коробка разодранная у меня, вот такой, в Вите, я покупала жидкость для снятия гель-лака, но, как видите, здесь 98% ацетона, и воняет ужасно, и плюс нужны такие салфеточки и фольгу, да, и вот им, кстати, я пользуюсь, честно говоря, немножко редко, потому что он очень вонючий, заморочки полно, вот эти пахнут приятно, и заморачиваться почти не надо, поэтому, ну, а снимают совершенно одинаково, поэтому я покупаю их, а вот в последнее время с нехваткой времени я его практически не пользую, вот еще принесла вам показать некоторые штуки, кое-что с Алиэкспресс, кое-что из магазина, вот эти вот безворсовые салфетки я заказываю очень много, так как они подходят и для снятия, да, вот промакивать вот этим ацетоновым средством, которым я вам только что показала, да, и снимать, и протирать клинсером очень хорошо, вот таких салфеток, да, несметное количество, только смотри, что были они такие, да, безворсовые, ну, с ворсом можно тоже, в принципе, снимать ногти, это без проблем, стоят они там копейки, заказываю какие-нибудь буферы, пуферы, мне тяжело сегодня говорить, там же только что наболталось много по-норвежски, поэтому язык заплетается, вот, буферы, видите, активно пользуюсь, там тоже куча штук у меня, куча про запасы, в общем, тоже копейки стоят, следующее, что я заказала, а, да, заказала, это вот такая штука, у меня есть одна такая профессиональная, вот сейчас найду, покажу потом, забыла ее, в общем, принести, вот такая пилочка, я ей пропиливаю, вот, когда нужно обязательно, чтобы были сухие пальцы, сухие ногти, и это пропиливать сбоку и кутикулу, когда все сухое, в общем, кожа убирается с боков, вот эта вот сухая у нас, она очень хорошо убирает, мне нравится, и ногти всегда выглядят аккуратными, да, как с салона, когда мы убираем вот эту вот кожу, которая уже отмерла возле ногтей, но обязательно нужно пилить на сухую, да, на, после крема мы не пилим, вот это заказала на Алиэкспресс, попробовать, она, кстати, неплохая, похоже на профессиональную, но не такая ребристая, не так хорошо снимает, но просто почаще их менять, и все, они есть розовенькие там, и в наборах разноцветные, вот, потом, неудобно немножко, в Кикс заказала, не заказала в Кикс, купила вот такую штуку в нашем магазине, это было недавно все на распродаже, буквально по 10 крон все стоило в Киксе, я думаю, что кто девочки ходит в магазин, они знают, и также вот эти штуки для ногтей, это тоже было все на распродажах, да, вот это отодвигать кутикулу, сейчас я ее достану, вот, ну и здесь тоже отодвигать, там что-то, можно даже подрезать, но я никогда ничего не подрезаю, я отодвигаю, аккуратно убираю, но вот эта штучка очень хорошая и, кстати, очень качественная, и вот такие палочки, вот, наконечники, вот, ну вот такие, да, сейчас покажу, очень удобные, они прорабатывают кутикулу, и вот в те трудные места, где у нас тоже сухая кожа, и мы должны это убрать, как отшелушивает это, да, как пятки мы отшелушиваем, это точно так же мы работаем на сухую кожу возле ногтей, так, ну, эта пилка у меня вообще с, можно сказать, чуть ли не с детства, она мне нравится, для ног я ее использую, да, и вот это тоже такое отодвигание кутикул, я покупала вите, тоже очень хороший, но очень острый, так что аккуратно, девчонки. Вот, время подошло уже снимать, сейчас я вам покажу, вот, сняла, вот, видите, уже, само собой все отваливается, и беру я такую лопаточку, здесь все, оно уже размягчилось, и просто вот так, просто уже убираю, оно уже убирается, достаточно легко снимается, все вот это вот, можно сказать, просто отваливается. В общем, сняла я все ногти, и я скажу, что побоялась я на камеру снять больше слоя, зря, потому что размачивание, да, занимает больше времени, и вообще, все равно я сейчас сняла все и запилила все, в общем, возьмите обычную, если вы первый раз вот такой, без всяких керамических насадок, и попробуйте ими очень удобно и быстро учиться, и достаточно хорош, просто не делайте на маленькую скорость, да, и просто первый раз вы будете бояться, но никто сам себе еще как бы не навредил, все мы следим за том, что, да, за нашими ногтями, нам их жалко, и мы это делаем очень аккуратно, да, только нужно делать вот такими движениями, движениями, не вот так прерывистым, вот, и, в принципе, вот у меня даже левой рукой направо, вот так все получилось, сейчас только чуть-чуть зашлифует, вот еще осталось чуть-чуть у меня база, вот, и все, вот такие ногти у меня отросли, их нужно вон подпилить форму сделать, и будет все нормально, ну и маслица, у меня есть специальное такое средство после гелевых ногтей, в общем, пару дней похожу без гелевых, а потом опять сделаю ногти, так что с Алиэкспресс неплохая штучка, вот хочу показать, вот глядите, сама все, да, спиливала, нет никаких прорезов ногтей, никаких, ну, царапин на коже, ничего, вот, как говорится, некоторые там что-то показывают, как в салоне делают, что аж до крови, это, конечно, кошмар, а когда можно самой сделать, глядя, ногти совершенно даже вот не пропиленные, ничего, если аккуратно себе делать, вот, а сейчас я попробую их еще обработать, не попробую, надо пропылесосить мне дома и займусь опять ногтями, буду их как бы удобрять, да, маслом и всем таким, крошки еще остались, вот, так что ногти совершенно в хорошем состоянии, ничего там, кроме вот крема, нету, так что сейчас буду точить, ровнять ногти свои, делать им форму и убирать кутикулы вот здесь, да, сухую кожу, как я вам показывала, с вами мазывать маслом, а потом накрашивать этим, это продается специально после гель-лака, я увидела, H&M продается, вот, попробую, что это такое вообще, первый раз, надеюсь, хорошая штука, я покупала от Эсси, тоже лечебная с цветом, вот, попробую вот это, но мне все нравится, вот, я хотела вам показать заодно вот эту вот, только что приобрела, вот это вот от Эсси, я взяла такой, видите, нежный цвет, он лечит заодно и придает вам цвет ногтям, это масло для кутикулы, я мажу на весь ногтях, это от Диппент, я купила ночную маску для ногтей, когда вы уже умылись, и чтобы руки вообще в воду не лезли больше, да, вы мажете, он покрывается, получается такой красивый топ, вы спите, а утром смываете, и он просто как гель смывается, но если вы, конечно, накрасили, а потом намочили ногти, он у вас смоется просто водой, а так выглядит красиво, прям такой топ, очень интересная, да, маска на ночь, вот такая, так что попробуйте, мне очень нравится.